Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы, собственно, начали это прохождение и прошли несколько таких вот воспоминаний из штурма, да? Что случилось с драконом? Продолжаем наш рассказ. А чё там было, я хз? Полдень, день штурма. Ариан Лавалет встал в замок! Открывайте! Ариан жив? Открывайте сейчас же! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то, мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдём в шатёр. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. Смотри! Особо отряд короля! Что с бароном? Ты зачем его убил? Это случайно. Иногда нет другого выхода. Государь. Государь. Верно, ну Роша. Докладывай, Роша. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалета ещё держится в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они. В монастыре. Но данных разведки пока нет. Это чё, Виверна, мать твою? Прячься, дракон, в укрытие. Берегите короля. Открышу. Боготвельники. По пальцу бы он был, за тяжёлый армалент. А ведь и правда, дракон, настоящее. Даже не верится. Мэри Гольф, хватит восторгаться. Заколдуй его как-нибудь. Всё не так просто. Эта скотина спалит мне армию. Никак. Никак. А чё ты хотел? Открыло. Открыло. Мэри Гольф. Спасибо. Бежим. Мост горит. Быстро сюда. Бежим. Не, ну повезло, так повезло, конечно. А, то есть короткая такая слова получилась. Грёбаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как всё закончилось. С того момента, как рухнул мост, ты почти всё время был со мной. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. Хорошо. И вот это самая, наверное, такая вот тупая глава. Потому что я не помню, как там пробегать по тому мосту. Или не это. Не, походу не это. Походу следующее. О, блин. Там надо пробегать просто по мосту от этого дракона. А я ебу, как это делать. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец. Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Силас, бери двери на себя. Фэн, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернан умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся Вазима позавидует. Хорошо. Скоро увидимся. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Спасибо, король. Где топоры? Ладно, че. Я не помню, короче. Но это, по-моему, надо через город как-то тусоваться там. Давайте походим, посмотрим. Че есть, че нет. Вы пустите нас, смел, сдать зачем? Столько мужиков сложат головы и заодно и больно. Несу чудонос, ведьма. Военная тайна. Военная тайна, да? Боги! Нам помощь! Что? Ты че сделал, урод? Спасите! Заткнись! Эти люди без оружия. Проваливай отсюда, не мешай. Ты, видимо, че-то не понял. Если не уйдете сейчас, здесь и останетесь. А ваше мясо я скормлю псам. Пошли отсюда. Этот убьет, по глазам видать. Уходим! Спасибо вам, мил здарь. Спасибо. Помощь стоит денег. Помогать людям моя работа. Работа стоит денег. Я этим живу. Понятно. Ну тогда, прими этот вот кошель. Спрячься куда-нибудь. Я должен найти жену. Я видел, как ее гнали вместе с остальными, будто скот. Удачи. Ну смотри, че. Немножко подзаработали, не, но я знаю, что в принципе таких людей опирать не стоит, но все-таки. Блин, ё-моё. Это ж ведьмак, не по намать. Че вы тут делаете? Нельзя тут весь день копаться. О, там бойня. Отходим! Отступляем! Не понял. Они все против меня, что ли? Не понял. И на меня ж переключился. Ну, мудак. Загранить просьба, живо! Угу. То есть спрятались. Вот твари. Ну ладно, че. Сейчас че-то придумаем. А раз уже пошла такая пьянка. Тут не пролезу. Ясно, понятно. Ой. Тут, судя по всему, тоже. Ммм. Может, как-то через те кварталы? Ну, я не уверен, конечно, в этом, но давайте попробуем. А теперь, сучьи дети, вы ответите за измену. Какую измену умел сдать солдат? Мы люди простые. Столько мужиков сложат головы и заодно и бабы. Листой сюда нос, ведьмак. Военная тайна. Я. Курку пререзал. Вообще красавчик. Ну, как сказать, я военная тайна. Ладно, че, блин. Тусуйте себе тут. Вершите свой любимый самосуд. Как вы любите и умеете. Бля, давайте сохраняться. Сейчас нельзя сохраняться. Ну, это здорово. Все, теперь можно? Не. Смерть тирану! Смерть только стол! Ладно. Разобрались. Да дайте сохраниться, господи, жлобык. Это сюда, что ли? Похоже на то. Ага, тайный проход. Колодец. Вау, текстурки вычу попроще, давайте. Сперту. Приятно. Ну, ладно. Ах ты, ё-моё. Вот уродец. Да. Что уродец, то уродец. Что уродец, то уродец. Ну, ладно. Ох ты, мать твою. Ты как это вообще сделал, мразь? Сколько у меня жизней было, что ты меня так лихо размотал. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ведьмак в этом отношении был куда проще. Ладно, давайте продублировать. В принципе, мы тут не так далеко прошли. Спрыгай, спрыгай. Спрыгай, говорю. Ок. Нельзя сохраняться. Так, сделай так, чтобы можно было. Господи, сус. Ага. Тимирский меч. Давайте-ка посмотрим, что это за меч так. Тимирский меч. Тимирский меч. Нифигра себе. А он неплох. Че тут у меня еще есть? Этот хуже, этот хуже. В общем-то, все хуже, да? Вот Тимирский. Реально хорош, хороший. Нравится. Я его, по-моему, даже покупал, когда проходил компанию. Именно специально, потому что он был довольно-таки неплохим. давайте заберем урены. Да давай. Ребят, попрошу на выход. Нет. Да че нет-то, ё-моё. Нифига, они у меня жизни снесли. Просто момент у моря. Почти сразу в море. Так что, че-то, че-то жестко, реально. А в настройках нельзя вообще... Какая-то игра. Давайте поменяем. Уровень сложности. Что-то, пиздец. Ну, как бы, больно очень. Это не для прохождения. Это, ладно, для себя. Ох, какой реген, ё-моё. Вот это лафа вообще. Если будет слишком просто, то я поменяю. Разумеется, да? Что за говно вообще? Открывай. А, он топится. Ну, ему, по-моему, надо больше ударов теперь. Огонь. И че? Не знаю вообще, зачем я его зажег, но да ладно. Похоже, что я попал в монастырь. Без каких-то особо явных проблем. Скай, это Эли. Скай, это Эли. Да, скай, это Эли. Это плохо. Вот, сука. Ладно. Я думаю, тут уже мне пригодится... Меч против монстров. Ну, против людей, разумеется. Но, они мне не нравятся, поэтому они мерзли. Пришла пора умирать. Я черзу. Господи, суся. Да, уровень сложности поменялся в лучшую сторону. Стало все куда радостнее. А, ржавые, ржавые. Ну, ладно, че. Любите ржавчину, ребят? Так, это наверх, а это... Не, ну я правильно пошел. То-то, да, куда? Заперто. Понятно. О! Случайно нажал кнопку С. Не знаю почему, но ладно. Обучение. Скорость восстановления энергии вне боя. Плюс 25. Я согласен. Почему бы и не? Здоровье. А, нельзя, да? Нет, прокачать нельзя, это прокачать нельзя. Я понял. Все понятно. Пути пока еще сблокированы. Пойдем по пути мечника. И знаете, как я люблю, пойдем, наверное, по дексу. Но посмотрим, как оно будет. Потому что, если все будет плохо, то придется идти по силе. Но я не думаю, что я прям буду сильно унижен, если буду проходить на легком уровне сложности. Потому что игра действительно непроста. Может быть, я привыкну, конечно, к механике и начну дико карать. Та-да-да. Та-да. Разумеется, я поменял уровень сложности. Но пока... Пока нет. Ё-моё. Хочу вот с этим подраться. Ну вы поняли, да? Заготовленная анимация, причем в заготовленных местах. Я бы не сказал, что это прям на руку игре играет. Потому что, блин. Черт возьми. Если бы делаете анимацию, постарались бы уже ее сделать нормально. Блин. Рахиды, инвалиды. Ну ладно. Мы это простим. Потому что по сравнению с тем, что было в первой части, где анимации добивания, по-моему, в принципе не было. Ключ есть? Конечно, нет. О чем я вообще? Че тут, блядь? Это мицари! Это изменники! Пленных не брать! Богохуны! Подожди. Сюда иди. Смерть за темерью! Хорошая смерть! Смерть за темерью! Хорошая смерть! Что? Богохуны! Смерть за темерью! Вперед! В атаку! Сюда иди. Не, ну на этом уровне сложности я тебя просто как ВК зарежу, конечно. Просто как козла даже. Потому что, ну господи, что это такое? Типа, знаете, средний уровень сложности, он какой-то сложный, да? А вот легкий, он очень легкий. И, блядь, я просто. Ну вы поняли, да? Получаю удовольствие, да? Так, что тут? Теперь я могу сюда. Да, дверь открыта. Все, здорово. Сундук. Старые перчатки. Это очень здорово. Но у меня, по-моему, там легенда стоит. Давай, 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 давай. Сейчас мы даже посмотрим, что там у меня за перчатки сняют. Ну да, видите, легендарная вещь, хотя брони всего лишь плюс один. Так, что есть? Доспех ворона? Ёбанаврод. Простите за то, что матерюсь, но, блин. Это же доспех ворона. То есть не просто так мне это дали. А, то есть все-таки имело смысл, да? Сопротивление, отравление и кровотечение, это, конечно, говно, но... Типа, это правда доспех ворона? Да, не очень. Доспех ворона, ладно. Что ты делаешь? Програти имело. Не очень он прям доспех ворона, как с первой части, но да ладно. Он неплох. Здорово, чёрн. Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете. И самым богатым. Ловлю тебя на слове, король. Видишь, Вернон, Геральт справился. Очень вовремя. Жрец изволил отправиться к своим богам. Я видел на реке Скаетаэлей. Где именно? Сколько? Как выглядят? Хрен с ними, с эльфами. Потом разберёмся. В монастырь. И вот это самая херовая часть. Если я не ошибаюсь, конечно. А я редко ошибаюсь. Скаетаэлей. Кусочки головоломки начинают складываться, Геральт. Или ты говоришь правду, или очень складно сочиняешь. Я хочу услышать остальное. Дети Фольтеста, монастырь. Что там произошло? Если бы не Тайлис, мы добрались бы туда одновременно. Не отвлекайся, ведьмак. Что же, Верховный Жрец говорил правду. А в чём правда-то? Ну давай посмотрим, ладно. А то эта история, к сожалению, я не помню дословно. Его величество Фольтест, король Тимерии. Артур Тайлис, бывший граф Несвельд. Я подписывал тебе приговор. Да, баронесса меня помиловала. Как неудобно получилось. Где Анаис и Бусси? Ты про королевских отпрысков? Не испытывай моего терпения, Тайлис. И я обещаю тебе лёгкую смерть. Признай, Фольтест, перед богами и людьми, что Бусси и Анаис – плоды твоего греха. Они твоё потомство. Покайся! Скажи правду! Может, ты не заметил, Тайлис, но мои войска уже в городе. А с ними палачи, чародейки и мутант, у которого нет ничего святого. Это святое место! Ты не отважишься поднять руку на слугу божьего? А руку поднимать и не нужно. Где вы спрятали детей? Монастырь. Они в месте уединения. Что? Что это значит? Богохольство! Чародейские фокусы! У преподобного волос с головы не упал, а дворяшка получил по ребрам. Ха-ха-ха. И волки целы, и овцы сыты. Холера. Бывали штурмы неудачные, но этот дракон был последней каплей. Просто перегнул палку терпения. Чё, куда идти-то? Слёные движения остались в доме. Радуюсь, что хоть голову на плечах сохранил. Ладно, пошли. Это чёртово место. Как я его ненавижу. Дракон вернулся! Не могу идти. Идти. С первого раза. С первого раза? Блин, да я всем сердцем и душой ненавидел это место. Спас мне жизнь. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак. В пределах разумного. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Миригольд могла отбыть со мной. Если захочет. Конечно, захочет. Ты что, слепой? Она влюблена в тебя по уши. Можете отбыть вместе. Никто не станет вам мешать. Вот тебе моё слово. Благодарю, король. Кто там? Перчатки у тебя, конечно. Я пришёл за своими детьми. Подожди здесь, Геральт. Ты их напугаешь. Ах, слава богам. Мои молитвы услышаны. Иди, Буси. Это не мой отец. Он твой король, малыш. Колокола бьют в честь триумфа. Крепость пала, город взят. Государь, возблагодарим праотца и мать-создательницу за эту победу. Погоди, слепец. Я полгода не видел моих детей. Боги могут обождать. Послушайте меня внимательно. Мы немного поссорились с вашей мамой, но всё это в прошлом. Злые люди обманули её и обратили против меня. Но я наказал их, и теперь всё будет хорошо. Не плачь, Буси. Когда-нибудь ты станешь королём, а короли не плачут. Идут люди с оружием, государь. Дети, быстро в келью. Скоро сюда придут мои рыцари. Вы познакомитесь с ними, а однажды будете ими повелевать. Но сперва Буси должен умыться, чтобы никто не видел его слёз. В соседней комнате есть ведро с водой. Анаис, помоги брату. Хорошая сцена. Правда, очень жестокая. Государь, помолимся. Они должны выглядеть, как дети короля. У них твои глаза, государь. И пафоса, конечно, через край. Он даже ножа не увидел. Вот так и умер короли. Анаис, она всё видела. Но вряд ли маленькая девочка сможет оправдать ведьмокат. Почему он не стал драться? Этого мы уже не узнаем. Хотя, я думаю, он мог победить. Король мёртвый. Король мёртвый. А тут его воины. Ё-моё. Подстава. Чистая вода подстава. Жалко фольтеста, конечно, но ничего не поделаешь. Для тех, кто не в курсе, я так проспойлерю, немножко финала. Его заказал Нильгард. Поэтому. Ну, то есть, всё печально в этой истории. Я сгнию в яме только потому, что убийца оказался ловчее тебя. Неприятно. Не сгниёшь. Тебя повесят. Останови их. Здорово. Я не могу влиять на приговор суда. Я не убийца. Ты же командир синих полосок. Так сделай что-нибудь. Настоящий убийца на свободе и с каждым часом уходит всё дальше. В историю с монахом-убийцей я не верю. Я не говорю, что он был монахом. Он был в рясе. Он уплыл в лодке с отрядом с Кайтаэлей. Ты сможешь его узнать? Легко. В жизни не видел такой горы мяса. Что ж скажешь, Вернан? А что, если тебе удастся сбежать? Не твоё дело. Я схожу, пожалуй, выпить пиво. Не зли меня. Вернан, если я отсюда выйду, ты будешь последним, кому я расскажу о своих планах. Послушай сказку. Да ну и в жопу. Жил-был ведьмак, и обвинили его в убийстве короля. Причём облыжное. Всё было против него, и только один человек мог ему помочь. А, знаю. Прекрасный принц. Нет, командир синих полосок. К сожалению, ведьмак не принял помощи, и его повесили. Говно твоя сказка. Тогда помоги мне, Геральт. Говно твоя сказка. Чего ты хочешь от меня, Роше? Я уже сказал тебе, что это не я. Я не знаю, кто за этим стоит, и откровенно говоря, меня это не сильно интересует. По мне, так это мог быть кто угодно. Вот хотя бы король Демавент. Демавент мёртв. Правда? Его убили. Ага. Тоже я. Ты был тогда в Вазиме, я проверял. В Вазиме был мой двойник. У меня таких трое. Не делай из меня дурака. Ты ведёшь себя как дурак. Я должен узнать, кто убил короля, и я узнаю. Ты знаешь, что я не убивал его, но никогда этого не скажешь. Выродки вроде тебя скорее повесят невиновного, чем признают ошибку. Никогда больше не называй меня выродком. Да не психуй-то, но... Хочешь достать убийцу Фольтеста? Тогда есть предложение. Говори. Если ждёшь помощи, относись ко мне как к человеку, а не как к зверю. Твои условия. Я пойду по следу убийцы короля. Ты знаешь, где его искать? Нет. С КТЛ помогли ему бежать. Вот с них и надо начать. Может, ты даже знаешь, что это за отряд? Откуда бы? У них были маски в синюю полоску. Трофейные, я думаю. Это отряд Йорвита. Значит, след у нас уже есть. Я знаю, где их искать. Если ждёшь от меня историй, сперва накорми меня. Почему бы и нет? Бьянка! Принеси поесть. С этого и надо было начинать. Ты сам виноват? Твоя судьба в твоих руках? Ага. Как же. Классная у неё жопа. Простите, прорвался немножко. Проклятый телефон. Я не знал, что в специальном отряде служат женщины. Бьянка одна из лучших. Как она оказалась в синих полосках? Я вытащил её из Лапска и Таэли. Они сожгли её деревню и перебили всех жителей. Ей тогда было лет 16. Она приглянулась к командиру отряда, и её пощадили. Ясно. Вот ещё что. Это материалы на Геральта из Ривии. О смерти Фольтесты? Нет. Геральта. Отчёт о событиях пятилетней давности. В смысле? Геральта? Не, ну я знаю, что с ним по книге случилось. Ривия. Город. Население 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. 25 сентября 1268-го вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъярённой толпы. Мясник. В ходе беспорядков погибло 76 нелюдей, в том числе ведьмак Геральт из Ривии. Его ударил вилами в грудь человек, о котором известно только то, что его звали Роб, и он задолжал три кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмакам. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. Место их погребения неизвестно. Я помню. Ривия. Йеннифер. Что с тобой? Я видел... Я видел собственную смерть. К тебе вернулась память? Нет. Только это. Самый конец. Бьянка! И то рисованными картинками. Допрос окончен. Заковать его. Дай мне ключ. Утром я отплываю. Ага. Через пять минут за тобой придут. И? Поешь. Тебе пригодится. Ага. То есть вот так. Судя по всему, мы сбежим. Нет, замечательно. Еще вчера его все на руках носили. Как героя какого. Ничего странного. Я сам видал, как он двадцать человек на месте уложил. И правда? Как он задвигал по этим стенам? Я и меча не разглядел. Так он крутился. Это страхолюдина? Я думал, на клочки его разорвет. Да ничего, завтра палач с него кожу спустит. Ну-ну. Может и мы бы урок ему дали. Ладно, ребятушки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова